Всем привет! Добро пожаловать на канал PONLINE! И сегодня мы с вами откроем посылку, которая пришла ко мне из Америки. Я ее ждала 18 дней. Этой посылкой я хочу поделиться с вами, так как все, что в ней, я приобрела на продажу. И все, что вы увидите здесь, вы сможете приобрести. Все ссылочки я оставлю внизу в инфобоксе. Ну что, присаживайтесь поудобнее и давайте откроем эту посылку. Честно вам скажу, вчера я, конечно же, ее открыла и посмотрела, потому что мне нужно было знать, что все в целости и сохранности пришло. Посылку мне отправили из Холландайл Бич, это штат Флорида. И это сумки. Те, кто меня давно смотрят, знают, что я очень люблю бренд Гесс и Майкл Корс. И я сравнила цены и увидела, что в Америке намного дешевле они стоят. И решила попробовать привезти сюда в Россию пару сумочек, чтобы посмотреть, как пойдет вообще дело. Это оригинал, но так как они куплены на распродажах, плюс для пересылки они приходят без коробок и без пыльников. Так как если каждую сумку положить в отдельную коробку от Майкл Корс, у них есть, например, фирменные коробки, то доставка за каждую сумку увеличится на 2000 рублей. Это невыгодно, поэтому большинство байеров из Америки присылают их именно в таком виде. Ну что, давайте откроем и посмотрим. Начнем с первой сумки, которая мне очень нравится. Честно, я бы ее сама себе оставила. Крабку вниз, чтобы она не портила вид. Первая сумочка, это вот такая кросс-поди от Майкл Корс в очень оригинальном цвете. Бежевая с белым и вот с такой нежно-желтой полоской. Очень удобный вариант, мне кажется, достаточно популярный. Многие, я думаю, видели такой формы сумки, но вот такой цвет встречается редко. Здесь некоторые детали все еще запакованы. Пахнет она очень приятно. Здесь одно отделение и небольшой еще кармашек, в котором как раз лежит ценник Майкл Корс. Сумка видна из натуральной кожи. И еще здесь лежит, в каждую сумку Майкл Корс кладут вот такую care card. Инструкция по использованию на разных языках. Также сзади этой сумки есть тоже небольшой кармашек, но в общем формат этой кросс-боди сумки очень удобный. Можно регулировать ремешок, он кожаный и еще вот такие металлические вставки. Здесь есть номер этой сумки и можно проверить ее. Честно, я когда ее увидела, захотела оставить ее себе, но нет. Уже заказала на продажу, значит на продажу. Себе тоже заработаю обязательно на такие сумочки. Следующее, давайте для разнообразия откроем не Майкл Корс, а другой бренд, который я использую сама. Хочу себе, кстати, тоже обновить свой рюкзачок, но этот заказала на продажу. Вот такой вот офигенный рюкзачок от бренда ГЕС. Точно такого же размера, как у меня. Небольшой, с ним удобно ходить каждый день. Я так его, в принципе, использую. Единственное, у этого рюкзачка еще плюс. У него есть по бокам еще дополнительные кармашки, поэтому он чуть-чуть больше выглядит, чем мой. Также здесь есть отдельный карман, чтобы положить, например, карточки. Это достаточно популярный цвет именно бренда ГЕС. Ну, вообще, на самом деле, сейчас это достаточно популярный цвет. Но здесь еще есть зеленые вставки и очень удобная и большая ручка, чтобы переносить рюкзак. То есть вы можете его носить и так в руках, и на лямочках. Лямки у нас регулируются. Они выполнены в виде ремней. Внутри одно большое отделение, куда, в принципе, помещается все. Есть код и номер этой сумочки. Оригинальный ценник Los Angeles GES. Внутри есть небольшой еще карманчик. Небольшие карманчики для телефона и для каких-то мелочей. В общем, такой формат рюкзака лично у меня есть. И я вам могу сказать, что он очень удобный. Кстати, дно у рюкзака с внешней стороны тоже темно-зеленого такого дорогого цвета. Кстати, можете сейчас зайти на сайт GES и посмотреть, какие там сейчас цены. Цвета специально выбирала нейтральные, чтобы эти сумочки и рюкзаки подошли многим. Ну, и выбирала то, что я бы сама себе взяла. В общем, все, что пришло, я бы себе, честно, я уже вам сказала, оставила бы. Ну и третья, последняя сумка. Это была у меня пробная партия. Как вы понимаете, в Америку сейчас было достаточно проблематично перевести доллары. Но у меня получилось. И вот они, сумочки, доехали до меня. Третья сумка самая большая и самая классная. Это у нас тоже бренд Michael Kors. Вот такая сумка среднего размера. Можно носить как на плече, я на себе мерить не буду. И так, и с помощью ремешка, который легко отстегивается, также регулируется. Некоторые детали здесь все еще запакованы. У этой сумки два отделения. Внутри приятная мягкая кожа. Очень, очень она вкусно пахнет, эта сумка. Также здесь оригинальный ценник. Сумка стоит 358 долларов. Это где-то около 22 тысяч рублей. Здесь также есть QR-код, наименование сумки, размер. И также внутри такая же книжечка об эксплуатации. И есть специальная нашивка, где также номер этой сумки, QR-код. Самый, на мой взгляд, классный цвет. Я бы себе взяла именно такой. Он нейтральный, бежево с белым. Здесь еще есть вот такой брелок. У этой сумки есть один небольшой дефект. При переезде она немножечко пострадала, поэтому цена будет снижена. У нее есть небольшая потертость в одном уголку. Из-за этого стоимость сумки 20 тысяч рублей. В ЦУМе такие модели стоят по 40 тысяч рублей. Как я и показала, сама сумка в Америке стоила 358 долларов. То есть это 22 тысячи рублей. Но так как она пришла с небольшим дефектом, за 20 тысяч рублей ее отдам. Кстати, смотрите, как она хорошо держит форму. Я весь наполнитель вытащила. И она прекрасно будет стоять. Хотела изначально надеть перчатки, но посмотрела, как в кадре будут выглядеть. Здесь синие перчатки. И поэтому решила просто сильно помыть руки, продезинфицировать. И все-таки показать вам так. Вот такие три замечательные сумки приехали ко мне прямиком из Америки. Если вы хотите их приобрести, то переходите по ссылочкам. И я хотела у вас спросить, как вы думаете, стоит ли создать отдельный телеграм-канал, куда выкладывать новые поступления сумок. Я думаю, что если вам будет интересно, то если будет спрос, то можно привозить не только сумки, но, например, и обувь Michael Kors, GES, также другие бренды, которые вас заинтересуют. В общем, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. У меня приехали сумки прямиком из магазина. Мы с девушкой были на видеосвязи. И она ходила по магазину. Точнее, я ей больше говорила, что мне нравится, а что нет. Она мне показывала, какие сумки есть, какие они по цене, по качеству и так далее. Большое спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось, то ставьте лайк. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваши любимые бренды сумок. Ну и пишите в комментариях, какая из трех сумок вам понравилась больше всего. И до новых моих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok